Продолжение следует... Мне пришлось сделать свои реплики в ТикТоке, потому что в другой социальной сети я не смогла этого сделать, и сделала реплики о том, о событиях, да, что сначала это было Киев за три дня, теперь это Москва за три дня, так все очень здорово и прекрасно поменялись местами, знаете, пинг-понг, пинг-понг. Я об этом сказала еще на второй день, второй день после начала военной операции, февраль 2022 года. Вот про этот пинг-понг я как раз и сказала. Потому что когда эти ситуации деланы пальцем, то есть сделаны искусственно, то понятно, что делаются они для чего-то. Когда выявляешь цель таких операций, а об этом у меня сказано во всех моих роликах на YouTube-канале, пожалуйста, слушайте, то понимаешь и дальнейшие действия. Их можно спрогнозировать с очевидностью. Так вот, друзья, когда Евгений Пригожин пошел на Москву, как Стейн Каразин, то он замесил тесто. Тесто, которое будет подходить, будет бродить. И это было сделано специально. Он же не думал, и Путин не думал. Я думаю, что это их совместное мероприятие, которое они совместно и проводят. А что сказал Путин про Пригожина, что Пригожин скажет про Путина, это уже не так важно. Важно, что Путин будет теперь обелять сам себя, что он ни при чем, и что он веточкой стоял в стороне и ничего этого не знал. Что же касается, друзья, ситуации вот этого брожения теста, быстро его не остановят. Выявили точки, рэперные точки, где много патриотов, где люди готовы положить свой живот на действительно справедливой стране. И вот это было штрейкбрехерство со стороны Евгения Пригожина. Он этим занимался, он понимал, что он делает. Это как Навальный. Навальный тоже штрейкбрехер. Тоже выявлял рэперные точки и потом по этим точкам били. Но уже потом Навальный был ни при чем. Так же Евгений Пригожин будет ни при чем. Итак, тесто дали бродить. Закваску туда бросили, и теперь тесто будет бродить. Что будет дальше, друзья? Конечно, будет ситуация складываться очень опасная. И вы не думайте, что гражданская война ушла от вашего порога. Ваш дом все еще находится в районе гражданской войны. Ничего не прекратилось. Все только начинается. Война будет длиться очень долго. Как я говорю во всех своих прогнозах, 10 лет. Ну, считайте, 2022 год плюс 10 лет. Сколько? А потом еще плюс 5 лет. Совершенно уникальных будут плюс 5 лет. Когда начнутся жесткие пятилетки. И там будет совсем вам не до шуток. Итак, друзья. Как указал президент, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной. Будут предприняты решительные действия по ее стабилизации. Что это такое? Это аресты. Это ликвидация военных офицеров. Тех, которые проявили себя патриотами своей страны. И выказали свою любовь своей родине. И готовы пойти были за Евгением Пригожным. Они подвержнутся ликвидации. Это мой прогноз. Это мое личное мнение. Путин отметил, что в городе фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. То есть ни гражданское, ни военное управления не работают. Они хотят свободы. Они хотят той свободы, которую обещал Евгений Пригожин. Синька Разин с Великой Княжной поехал в Ом. Да, и за борт ее бросает. Свою Россию, конечно. Кого же еще? Губернатор Рассовской области Василий Голубев призвал жителей сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома. Вуаля! Ну что, военный режим? Не покидайте дома. Сидите дома, друзья. По его данным, движение на трассе М4 закрыто с 464 по 777 километр. Автодор призвал водителей выбирать маршруты в обход трассы М4 Дон. По данным Росавтодора, северный проезд к Ростову-на-Дону, а также дороги из областного центра к границам ЛНР и ДНР перекрыты. На трассе образовались многокилометровые пробки. Организован подвозок питьевой воды на 11 участках, сообщили в пресс-центре администрации Ростовской области. А? Каково? Временное ограничение движения транспорта введено на Таганрогском и северном направлении из Ростова-на-Дону. Железнодорожный транспорт и пригородный транспорт из Азова, Батайска и Оксая работают штатно. В районе штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону организованы посты. За порядком следят военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Также рядом со штабом стоит БТР. Чьи БТРы? Ну, Евгения Пригожная, я так понимаю, нет? Ну, а можно сказать, что это Российская Федерация. Какое-то имеет значение, друзья? Меры безопасности усилены в Липецкой, Нижегородской, Брянской, Кировской, Курской и других областях. Все массовые мероприятия отменены, в частности, в Калужской, Тверской, Калининградской, Тульской областях. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга во взаимодействии с городскими властями и контролируют обстановку в рамках действующего усиления мер безопасности в городе. Здание ЧВК «Вагнер» центра на Зольной улице в Санкт-Петербурге находится в оцеплении из сотрудников силовых структур. У входа на территорию центра дежурят сотрудники по полиции, а также Росгвардии. Обстановка вокруг на данный момент спокойная. Ну, как это так можно сказать спокойная? Ну, все относительно, да? Относительно спокойная. Власти Крыма призвали жителей доверять только официальным данным из-за активации Украинского центра информационно-психологических операций в крупных чатах региона и соцсетях. Власти США внимательно следят за ситуацией в России, сообщает так телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации. По его информации, президент Джо Байден был проинформирован о происходящем. Ну, гляди-ка ты, зачем это Джо Байдену вообще нужно? Там какие-то спецоперации. А Байден, спи спокойно. Он старичок, ему нужно отдыхать. Кто-то стал в интернете говорить, что Байдену 200 лет. Ну, народ у нас с выдумкой большой. Я так думаю, фантазеров много. Как считают собеседники телеканала, последнее заявление Пригожина – это больше, чем его обычная риторика. Евросоюз считает происходящее в России событие вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина внутренним делом Российской Федерации. Ну, это совершенно очевидно. Внутреннее дело Российской Федерации. А зачем лезть туда другим? А ведь и Украину стали забирать, бомбить. Это тоже было внутреннее дело Российской Федерации. СССР никто не отменял. В Организации Бедненных Наций существует СССР. Поэтому и никто-то и не лезет заступаться за Украину. А вот наживаться, там оружие поставлять – это нажива, да, это средство наживы. Это бизнес и ничего более. Итак, друзья, тесто, которое всколыхнул Евгений Пригожин и замесил, оно еще даст свои сходы, оно еще дуется, оно еще раздувается. А вот пирожки будем печь позже, друзья, и разговаривать на эту тему, и рассказывать, а что же на самом деле произошло. Слушайте мои предыдущие ролики, все рассказала, а по одному, по одному этому вы ничего не сможете понять. Прослушайте все пять до этого, а тогда поймете всю полную картину. Я Таня Карацуба, Сейдбурхан. Так много даю вам аналитики. И все же очень просто, когда знаешь принцип государственного устройства нашей Российской Федерации. Нет, не тот, который вам выкладывают какие-то странные люди в интернете, а просто обычный принцип руководства, принцип управления нашей страны. Смотрите, слушайте. Ну, конечно, заходите на YouTube-канал, помогайте. Друзья, как водится, помогайте. Умным головам нужно помогать.